Итак, друзья, сегодня я встречусь с людьми, которых боюсь больше всего, с фитоняшками и фитнес-тренерами. Итак, идем отвечать на вопрос, зачем же люди занимаются спортом в воскресном утром. Мы все правильно делаем? Нет. Нет? Ну ладно. Что такое кроссфит? Объясните мне, как человеку, незнающему. Это тренировки на выносливость, на кардио. Это показывает силу воли человека. Можете дальше не объяснять. Не очень что-то мне нравится. Будете болеть за своих родителей? Да. А что они вас так вот с утра пораньше взяли с собой и они оставили вас поспать дома? Это они нас дома оставили, тогда мы в телефоны будем играть. Есть ли для вас какая-то запрещенная для нас шорт? Для меня нет. В чем секрет вашей бодрости? Моя семья. Да, моя супруга Яна, она вместе со мной участвует, поддерживает меня по жизни, мои дети, Сергей, Арина. Вы прямо вся такая семья? Вы дома тоже с этими мячами бегаете? Мы только дома не делаем. У нас есть барабаны, гитары, пианино, у нас есть брусья, гиря. Соседи вас не любят? Любят. Просто мы вместе с ними играем. Я притмую, они подыгрывают. Давайте профессиональные советы. За сколько можно привести это тело в шикарную форму? Ой. Ну знаете, я не сторонник того, что люди прибегают за месяц до лета и экстренно пудеют. Не-не-не. Запрещают себе все сразу. Мы на всю жизнь вперед рассматриваем. На всю жизнь? Ну, мне кажется, если уж такие знаменательные результаты, то год. В чем секрет вашей бодрости в воскресном утром? В правильном завтраке. Из чего состоит правильный завтрак? У меня сегодня было два яйца, авокадо, слабосоленая форель, цельнозерновой хлеб. Я так и знала, что вот люди, которые фитнесом занимаются, по-другому мне и не ответят. Еще, конечно же, это улыбки близких, детей. С утра это заряжает на весь день позитивно. Да откуда у вас радость? Вы сейчас пять кругов какого-то ада прошли и сидите, радуетесь. Я тренер по совместительству мой муж. А, я видела его, тренера, понятно. Вот он, да. Вот этот всегда радостный, всегда на позитиве. Это вы всю ночь не спали, а второй плакат покажите. Ну, красота. Я уже тысячу лет стен газет не видела. Сам захотела ли тебя заставили? Что заставили? Заставили. Тут надо только бороться за свою идеальную фигуру. Вот интереснее за этим наблюдать, или бы вы тоже хотели попробовать? Наблюдать. Я с вами полностью согласна. Мама у нас красивая, а она каждый день такие упражнения дома делает. То есть они не только в спортзале, но еще и дома такое повторяют? Это вам приходится, да, все время переступать через мать, которая прыгает, да? А они там в квартире со своими гантелями. Ну, как думаете, они когда-нибудь остановятся? Когда-нибудь придут в форму и подумают, все, больше не будем этим заниматься. Нет, нет. Ну, они потом, если остановятся, то они опять расстались. Ну, а по секрету скажите, они там иногда чипсы едят? Нет. Ну, иногда. Вот вы прям знаете, как здесь надо отдыхать. И то, что остальные. Давай покатаю вас. Это, наверное, против техники безопасности, но мы никому не расскажем. Друзья, пишите в комментариях, какая музыка у этого человека в наушниках. Друзья, срочно, столица Турции. Блин, не знаю. Что-нибудь из химии, помните? Аж 2О. Вот хорошо, до вас поддерживают. Они сами не сидят, а вам говорят, сидите, сидите. А зачем вы себе ногу сверлите? Это перкуссионный массажер, он разгоняет молочную кислоту. Я правильно понимаю, что вы сидите на невидимом стуле? Именно. Потому что... Вы выполняете упражнение, отойдите. Расскажите нам, в чем правильность выполнения упражнений. Вы же знаете, что это не олимпийские игры? Я вам на такие вопросы не отвечаю, дилетантские. Дилетантские? А скажите честно, вам вот этот вот не надоел? Хотите ли я его уберу? Всем чипсов! Нет, здесь не заходят. Это такое. Нет. Всем цельнозернового хлеба за мой счет! Продолжение следует...